А что еще здесь привычек? Мужчины. Вот вы моим коллегам с телеканала Доверие рассказывали о мужчинах, очень интересную привели к квалификации мужчин. Я шутила, да. Нет, ну это понятно, что это шутка, юмор. Значит, что мужчины это категория есть. Свиньи, козлы, коты и собаки. Да. Вот свиньи, козлы и собаки это достаточно, ну как бы традиционно. Нет, собака это пес, товарищ друг. Нет, ну это понятно. Свинья сами знаете кто. Ну понятно. А козлищ-то, ну понятно. Ну да. Нет, просто у Pink Floyd был такой альбом Animals, там тоже всех вот двуногих квалифицировали так. А вот коты это такая вот нечто. А коты это приятное. Ну вы же кот, это же сразу видно, конечно. Видно, да? А как вы вообще определяете? Видите, круглая оправа, серая. Так, раз, если бы были бы другие очки, то... Нет, не знаю, серая, это самая штучка, бубочка. Другая оправа, другой прикид, и я стою с другим животным. Однотонное, в положении расслабленное, да? Я тоже так сяду. У меня тут забрызганы штаны. А у меня просто ведь насчет котов, я обычно провожу эфир с кошками. Так вот, вы знаете, выглядит, как будто у меня нет одной ноги. Мне все время говорят, что я как цапля, но просто это такая мебель, что вот иначе... Я могу еще сидеть вот так вот, но... Ну, не мучайтесь. Если вас напрягает кошачья поза. Я обычно с кошками веду эфир, потому что нам приводят из приюта. Я там Менчишкова пытался спарить, шведкой взял к себе в театр. Ну, или кто-нибудь из зрителей берет. А мне сказали, Голубкина не любит котов, любит только лошадей, поэтому ты даже, в общем, и не приноси животное. Знаете, у меня есть кошка, и я хотела бы вам ее впарить, потому что это гадина. Мы можем пристроить, мне точно не надо, но пристроить можем ее. Ну, давайте подумаем, потому что мой сын еще пока сказал, давай ей дадим еще испытательного срока одну неделю. А дочь что сказала? Или дочь не принимает? А дочь ей все равно. А, она не принимает, да? Она не к животным вообще так спокойно относится. Хорошо, у вас же сын, он же маленький мужчина. Да. Он тоже кот? Или кто он? Он человек. Как? То есть он, он, хорошо, с сыном понятно. Он же еще не превратился в детку. Хорошо. Там посмотрим. Андрей Миронов каким был животным? Думаю, что кот, конечно. Влюбленности, как сорванные цветы. Они также украшают жизнь. И так же быстро гибнут. Ну, если серьезно, а Иван Ахлобыстин? Ну, это такой дикий кот. Такой драный, грязный, сумасшедший дикий кот. Не козел? Нет. Нет, да? Мадам, я вам чрезвычайно симпатизирую. Пойдемте вместе со мной по жизни. А скажите, вот... Но потенциально каждый из этих котов... Мы все потенциально козлы, да. Каждый из этих котов может стать человеком. А, вот так, да? Шансы есть. Не в этой жизни. Будем надеяться, что в этой, потому что потом будет поздно. А что для этого надо? Что для этого надо? Жениться официальным браком? Нет, просто... При чем здесь жениться? Какая связь? Я не знаю. Нет, я такой, я пытаюсь вычислить. А Хлобыстин женат официальным браком? Ну, нет, но Хлобыстин... У него, кстати, столько детей, что он действительно кот. У него там все и понятно. Ну, да. И Оксанка сказала, когда-то мы шли в Израиль, там очень много кошек, и сидела такая кошка кормящая, у нее были присосавшиеся котята. Она там сидела, и худая такая, глаза выпученные, и дети побежали ловить эту кошку. Оксанка сказала, стойте, не рвите материнское сердце. Здорово, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Раз уж мы так говорили про мужчин и женщин достаточно много, я хочу последний вопрос. Он вообще достаточно традиционный у меня в передаче, задать насчет Маши Голубкиной. Она вот когда-то в этой студии произнесла такую вещь, которая меня совершенно перепахала. Она сказала, что все мужчины, абсолютно все, делятся на четыре категории. Первое, козлы. Ну, понятно, самое распространенное. Второе, свиньи, собаки и коты. Какое животное? Захар прилетает. Я хочу вас встречный вопрос. Был хоть один мужчина, который сказал, что он козел? Ну что ж, мы по-писательски ушли от ответа. Он точно не кот, конечно, собака. Маша Голубкина в следующий раз появится. Напомните ей разделение Ницше, который сказал, что все женщины делятся на коров, птиц и кошек. И пускай она выбирает, кто из них она. Ой, я с ней поговорю об этом. Огромное спасибо. Спасибо вам. Это был настоящий писательский разговор. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.